Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли актёр, режиссёр и писатель Вениамин Смехов. Мы поменяли нашу сценическую композицию, нашу мизансцену. Это просто дух той старой таганки Золотого века, когда раз импровизационно... Вот как! Да, решили. Вот меня Меоргиевич пригласил сюда, а я, соответственно, сделал ему ответный жест. Поэтому не удивляйтесь. Ну что же. Значит, я задаю вопросы, да? Давайте, если хотите, первые задайте вы. Поскольку мне было необыкновенно приятно видеть в Питере, в божественном зале, в большом зале филармонии имени Шостаковича, людей, которых я очень люблю и уважаю с канала «Культура», вот, мы с вами обнялись и дальше расстались. И вдруг, и вдруг Москва. Я вернулся после этого. И нам есть о чем поговорить. Теперь я прошу слова. Поводом нашей встречи, помимо самых теплых чувств, которые я испытываю к вам, был спектакль или сценическая композиция или действо, называйте как хотите, связанных с октябрем 2017 года и нашим переосмыслением. Значит, вот здесь вот голоса очевидцев тех событий, за исключением Высоцкого и Юлия Кима, по-моему, да? И вы делали это в компании классных, молодых, совершенно потрясающих актеров, музыкантов. Гарик Сукачев, Дарья Мороз, Маша Матвеева, Женя Дятлов и Дмитрия Высоцкого. Ну да. Ну и скажу сразу, впечатление очень серьезное, но так как дело происходило в Большом зале филармонии, бывшем дворянском собрании, то я хочу начать, как ни странно, с, казалось бы, совершенно удивительного такого события, связанного с художественным руководителем Петербургской филармонии Юрием Хатуючем Тимиркановым. Он рассказывал мне следующую историю. Конец 60-х годов, может быть, самое начало 70-го года прошлого века. После концерта в одном из американских городов, бешеного успеха, как это всегда было, к нему подвозят на коляске старика. Тот протягивает руку дрожащую. Александр Федорович Керенский? Совершенно верно. Торвоошибочно иногда зовут Керенский. Он, конечно, Керенский. Александр Федорович Керенский. И когда Тимирканов рассказал об этом, я представил, что это, конечно, уже такая банальность, но одно рукопожатие до, фактически, царя, потому что, конечно, Керенский, вполне возможно, здоровался за руку с императором всероссийским, Ленин и так далее. Вот это ощущение близости, совсем кровной близости того, что было, казалось бы, сто лет назад, оно присутствовало у всех, кто был задействован в этом проекте? Ну, крупно взял, Юлиан, ну, крупно. Я, у меня прямая, прямая ассоциация здесь с рукопожатием другого рода, главного рода. Это Юрий Тимирканов, с которым я имею честь и счастье знаться и дружить. И знакомство за руку с Дмитрием Шостаковичем, имя которого носит этот божественный зал. Здорово, что это дворянское собрание, в котором мы работали по расписанию музыкального театра, музыкального зала. То, как он был перезаполнен, то, как себя чувствовали названные вами мои и старые, и новые друзья, Дятлов, Сукачев, Даша Мороз, Маша и Дима, все это, я боялся это представлять, потому что такого груза, как эта композиция, у меня в жизни не было. Но был опыт, которому я могу только быть благодарным и за любимого, потому что Юрий Петрович нас всех нагружал правом соавторства. Великий его спутник, часть тандема номер два, Давид Боровский, называл Юрия Петровича любимого «гений коллективного труда». Вот этот вот отрезок, когда, собственно, театр и стал таганкой, ну, так, для мировой театральной антологии, скажем. Вот, в это время мы все были соавторы. Это была действительно студийная радость. И этот спектакль, и предыдущий мой, тоже нечаянно возникший спектакль, по просьбе Евтушенко «Нет лет» на таганке. Я не работаю в театре на таганке со времен Золотого века на таганке. 64-го по 84-е считается так, да? Да. И это так. Так вот, куда мне еще кинуться? Вот рукопожатие. С царем «Нет», с Шостаковичем «Да», поскольку Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, Николай Каретников, Юрий Буцко, София Губайдулина, вот это были наши, ну, постоянно действующие спутники Золотого века таганки. И, в общем-то, мы идем, может быть, с вами по пути удивлений. Вот как вы о Керенском, значит, рядом с Юрием Хатуючем, вот так я скажу, что у меня и жизнь такая. Потому что я сейчас ехал в машине, вот в этот единственный, конечно, чудесный дом телевидения под названием «ТВ-культура». Я вот еще раз подумал. Были великие режиссеры, их столетия или какие-то другие летия отмечали сильно. Но так как любимого, почему-то не было такого. Столетия любимого. И первый разговор об октябре был именно в связи с тем, что Юрий Петрович ровесник революции, что называется. Семнадцатый год. И это опять для меня новые имена. Максим Диденко, ваш, питерский. Да, совершенно верно, Максим Владимирович. Десять дней, которые потрясли мир. В музее Москвы потрясающая выставка. К столетию любимого. И она же к столетию. Десяти дней, которые реально потрясли. Реальный мир. И он меня загнал там в клеточку, где я с удовольствием в этих спектаклях соучаствовал от имени тех десяти дней в честь любимого. А второй наградой этого времени, столетий, это был, конечно, заказ Кати Голановой, а я дружил с ее папой, одним из лучших театроведов. Вот сколько у нас с вами сразу пересечений получает. Вся ранняя таганка была благодарна Ленинграду и дворцу культуры имени первой пятилетки. Да. Ныне это Гергеевский зал номер два. На этом месте, да. И поэтому... Сколько там таганка отыграла? Боже мой, какие там были гастроли? 65-й, 67-й, 72-й, 74-й. Вот четыре выстрела, но такого не было нигде. Вообще говоря, Ленинград, как город скрытых чувств, интеллигенции скрытых чувств, оказался самым активно чувствительным к, по крайней мере, двум новостям театра. Современник наш, старший брат, и таганка. Ну, то же самое произошло вот 11-12 ноября в Большом зале филармонии Петербургской, потому что я не видел равнодушных лиц. И то, что вы делали на сцене, это было, конечно, безумно ответственно, потому что я сейчас покажу нашим зрителям вот фактически участники. Мои соавторы. А сегодня я ехал к вам и вспоминал то, что могло бы быть одним из важных звеньев в этом моем спектакле, в нашем спектакле, прошу слова, год 1917-й. Это из той великой песни Высоцкого, которая не упоминалась в спектакле, и упоминалась другая из спектакля «Десять дней». В куски разлетелась и корона, нет державы, нет у трона. Чудесно ее исполнил, без претензий, но очень здорово исполнил Женя Дятлов. А это... Сколько веры и лесу повалено, Сколь... Сколь испытано горе и трасс, Как на левой груди профиль Сталина, А на правой Маринка-Анфас. Банька. Банька, да. И... Ну и главное, там, дальше из этого. Получилось я зря им клеймен, И хлещу я березовым венечком По наследию мрачных времен. То есть, это та часть народа, Которую, так сказать, воспел Высоцкий, Которую, который Бог помог осознать, Что ясно, что большая часть народа Неосознанно работала. И об этом и горькие, об этом и многие. Ну и не сошлось. То, о чем мечтали культурные люди, И как это реализовывали Те, на кого возлагал надежда Ленин, И они ответили ему единодушно. Крестьянская революция. Это то, что у Вас в Вашем спектакле Тоже присутствует. Это глаз толпы, это частушки. Я не за Ленина, я не за Троцкого, А за матросика Краснофлотского. И так далее, и так далее. Больше 30 частушек. Это тоже действующее лицо. Со своим взглядом на то, что происходило. Вот получилось, что мне надо было Отозваться на эту соблазнительную провокацию Вокацию Кати Голановой. Чудесной, умной, насквозь театральной. Но юфид, конечно. И она из Вагановки, она сама и мама ее. И все это, все. Это все золотое, что есть в нашей стране, Называется культура. А здесь идея ни одного моего слова, Ни одной запятой моей. Это только мы выдвигаем вам Репортаж того, что было. Ни за тех, и ни за других. И отсюда вот эта строчка Юлия Кима Из знаменитой песни «Белые и зеленые» Это ему цензура запретила. А у нас в спектакле было правильно. Белые да красные, Да все такие разные, А голова у всех одна, Да как и у меня. Ну, как все у этих мудрецов. Бардовская, так сказать, наша первая шеренга. Акуджава, Ким, Висборг, Галич, Высоцкий. Все не только развлечение, увлечение, Но и мудрость. Ну, я одно могу пожелать. Это, конечно, может быть и неправильно, Но это не мне решает. Но я, честно говоря, с удовольствием И посмотрел эту композицию, Этот спектакль живой, с нервом, еще раз. Я надеюсь, что так оно и будет. Слишком много там, наверное, Радости для людей. Радости там сквозь слезы, да. Пожилые люди плакали в зале. Ну, потому что, Потому что потерь много. Это ясно. Но вот, что мне важно сказать В вашей замечательной передаче, Ильяна, Это то, что открылись актеры. То, за что я благодарен Ну, этому времени. Тяжелому для меня, конечно, Но в радость. Что и Даша Мороз, Ну, очень известная, Ну, очень любимая И многократно прославленная. И Дима Высоцкий, Один из, так сказать, Он и однофамилец, Но он и лидер В 21 веке театра Юрия Любимова, И Маша Матвеева, чудесная актриса, И музыкант, И Гарик Сукачев, И Дятлов Делали что-то, Чего они никогда не делали. Сегодня Все связано так или иначе. Мы начали с вами С Тимирканов, Керенский, Шостакович, Любимов. И я процитировал Высоцкого. А сейчас я оторвался, Чтобы с вами увидеться, Потому что у меня срочно Мы выпускаем книгу С Галей Аксеновой, Моей женой, Книгу о Высоцком. Называется Здравствуй, однако. Кстати, Это передразнивание Володи Высоцкого Манера сибиряков. И это письмо ко мне Высоцкого и Золотухина Из Красноярского края На съемках хозяина тайги. А я в Москве. И наша переписка. И она оказалась Пригодной для Вот этого предчувствия Восьмидесятилетия На веки Сорока двухлетнего Великого поэта. Ну, а мы находились рядом Шестнадцать лет На Таганке. А сейчас я рядом с вами. Спасибо вам большое. Спасибо. Еще раз спасибо Всей компании, Создавшей этот Изумительный проект. Прошу слова. Спасибо вам. До встречи. Веняймин Смехов Сегодня в главной роли. Вам низкий поклон. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok